Добро пожаловать вновь в мир ведьмака, друзья мои. Я вас приветствую, с вами Верус, и мы отправляемся к вот этому нашему товарищу за новым заданием. Спорт хороший, купцов много, и ярл на приезжих благосклонно смотрит. Эти двое ребят, которые ко мне прицепились, кто они такие? Кори и Краки. С ними одни неприятности. Так же, как и с Лейфом их отцом. А это кто? Интересная фигура? Это смотря кому. Если тебя интересуют лжецы и трусы, то очень даже интересная. Я видел твое объявление. Подробнее можешь рассказать? Что у вас за чудовище? Я так думаю, это дух. Или еще какой морок. Он появляется на Эльдберге у маяка. Ох. Начиналось все безобидно. Однажды ночью маяк не зажегся. А без него корабли не могут безопасно пристать к Оренбьерну. Вот двое наших и пошли проверить, что случилось. Да я угадаю. Они не вернулись. Нет. И о Мике или Смотрителе Маяка тоже ни слуху, ни духу. Позвал я пару мужиков, поплыли мы на помощь. Но когда мы уже были у острова, я повернул обратно. Потому что на берегу я увидел призрака. Ты, наверное, думаешь, что я трус. Но одним железом там не справиться. Единственное, что я мог сделать, собрать со всей деревни золото для награды. Как поможешь, будет твоим. Йорунд, ты мне нравишься, но дело есть дело. Тебе придется немного добавить. Вряд ли согласится он. Но я предпочитаю вот такие вот круглые цифры. Отлично. А. Да будет так. Рука. Отлично. Я посмотрю, что удастся сделать. Спасибо, Геральт. Хороший ты мужик. Хороший ты мужик. Хорош. Так, а с тобой я торговал, да? Правильно? И в Гвинт играл. И карты покупал. Да, их, правда, у тебя не было. Насколько. Счастливо, спасибо за тёплое. Спасибо. Приём действительно был очень тёплый. Прям сразу зашли. И тут, хоп. Конфликт. Все дела прям. Красота. Красотища. Нужно к этому кузнецу сбегать. И пойдём, конечно же, в сторону маяка. Сейчас пешочком прогуляемся. Обратно уже будем телепортироваться. Скорее всего. Хотя, если там лодка будет, можно будет проверить этот регион. Весь морской. Уже тут точно все вопросики, которые можно было поставить, поставлены. Так, пошли. Кузнец нас ждёт. Правда? Ну, в принципе, нет. А там посмотрим. Может, всё-таки поможем Нильфгарду. У тебя есть ли место? Интересно. Такое? Как вы? Если она слышит, то да. Если она слышит, то да. Да, она есть. Какой меч! Какой меч. Если глаза мои не врут, меня посетил сам Белый Волк. Воин, философ, герой-любовник. Кто-то наболтал тебе ерунды. Друг самого великого мастера Лютика. Великого мастера Лютика? Тогда понятно, кто наболтал. Ну, как, что он пахнет тебе воздвиг прочнее, чем Бронзе? Когда ты встретишь его Белый Волк, передай ему слова признания от Сигурда, самого преданного поклонника его таланта. Когда я его встречу, то скажу, что думаю о его фантазиях. Как можно обижать поэта? Я сам с кузнечного дела живу, но всегда мечтал ковать слова. Так, партейку еще сыграем. Давай посмотрим, чем ты торгуешь. Для начала, чем ты торгуешь? Ну, а по факту тебе просто продам хлам. Да, ничего такого интересного. Кузнец-ученик. Учинить тут немного надо, но лучше так. Чем с поломанным ходить. И партейку Гвинт. Не хочешь сыграть в карты? В Гвинт, к примеру. А тут как будто бы бывают у него другие игры, а? Герак. Гвинт, к примеру. Тут и без примеров. Только Гвинт. Only Гвинт. Без мороза мы справляемся хорошо. Здесь все нормально. Сейчас меняем артиллерию. Казнь против монстров, она пригодится. Пусть остается казнь, окей. Так, он вытаскивает всякую шушеру пока что. Держите пятюню. Так, Рок, ну ладно, Рок сойдет. Еще чучело. В принципе, это хорошо, раз у него чучело было в запасе. Это хорошо, что он сейчас будет шпиона нам кидать. Получается, у него... Ну, вот эти вот дубляжи, вот сюда. Будут сейчас с большей вероятностью забрасываться, забрасываться. И ля пота будет у нас. Ля пота. Хотя можно было чучело не тратить сейчас. Можно было из отбойника в следующем раунде выбросить его просто и все. А тоже чучело потратить на лекаря. Это было бы прям вообще грамотно. Супер грамотно. Так, ну лекарь у меня есть. Я могу вообще троих сейчас спокойно выставлять. Он уменьшил как раз еще колоду. Давай его так вот выставим. Что скажешь? Ну, в целом, наверное, двоих так и оставлю. Нет, этих ты подтянул из колоды. Ну, вот так вот оставим. И пасую. То есть чучело, если что, я на дракона. Ты выиграл раунд. Пожалуйста. Мне не жалко. Рок. Согласен. Серьезная заявка. Но, это же хорошо. Это значит, казнь точно в него будет заходить сейчас. Противник спасовал. Опа. Опа, что он творит. Смотрите, чертяка. Ну, можно вытащить сейчас лекаря. С другой стороны, смысл. Давай, ладно, вот так. Что за карту мне дадут? О, нормально, цири. Входим уникам. Мы, если что, стрелков братские сердца вытаскиваем. Сейчас. Так, сестер. Казнить их. К чертям. Давай, давай, давай. Выставляй. Не против я. Братское сердце. Противник спасовал. У тебя одна карта-то осталась. На что ты надеешься? У меня шесть. А, ну, наверное, у него казнь осталась. Э-э-э. Ой, хоть так. Муровая дева. А у меня такая карта была? Муровая дева. Ведьма. О, кстати, у меня все три ведьмы уже. Вот она, муровая дева. Нет, такой карты у меня не было. Пятишку. Ну, неплохо, че. В принципе. Вот так. Стол тоже лучше. Идем дальше. В гвинт поиграли. Задачу минимум выполнили. В принципе, сейчас здесь даже есть лодка. И вон есть лодка. Можно. Тогда сделать следующим образом. Проплыть вот здесь. А, эту часть зачекать потом. То есть проверить побережье. Оп. В лодочку сейчас заберемся. Опа, красавец запрыгнул как, а. И давай сразу правый борт. Опа. Ой-ой-ой-ой, а че здесь? Так некрасиво так поступило. А почему между не прошел? Я понимаю, большие корабли вон разбивались. Да а ты здесь почему бьешься? Как селедка об лед. Там мель? Да нет. Мелководит. Не пахнет им. Ладно. Пойдем другую лодку тогда забирать. А сейчас маяком займемся. Загореться. Загореться. Вы поверьте в Геральда. Он все могет. Он просто бог. Судя по всему, специально для этого здесь... Да просто, наверное, въезжали. Здесь в Ведьмаке... Это так. Если что-то должно было произойти... А, ну это сирена. А, нет, девочка. Смотрите. Подожди. И вопросика нет. А, ну и поговорить с ней нельзя. Да, девочка здесь в беде. Вроде бы сирены вокруг сплошные. Вижит. Вижит. Ну, в остальном ей пофигу. Помочь ей нельзя, да. Взаимодействовать с этим... Не получится. Водички, хлебни. Арбалет только... Давай болт уберем вот этот. Против тех... Если сейчас они захотят нападать... Достаточно будет и обычных болтов. Не. Не добивает. Так. По идее, тут бы лодка еще должна оставить. Между камней теперь боюсь проплывать, если честно. Опять по габаритам не пройдем. Оп. Ключ от сундука. Ну и сундук, по идее, здесь с ним будет толстым. Нет? Нет. Ааа. Падай. Ааа. 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 Почему ты их не добиваешь? Они с лежат на земле. Пшли вон. Пшли вон. Ааа. 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 Аааа. Не догнали. Аааа. Выходи на берег. Выходи. Аааа. Ну что, Ехипа. Один на один. И у тебя шансов нет. Сейчас мы твои связки только соберем. Воедино. И все. Ну отсюда можно было бы и забежать. Даже на корабль не обязательно было бы садиться. И ножки. Мочить. Не обязательно. Так, 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 так. Давай, 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 давай. Сокровища где-то. Где-то на дне, судя по всему. Ну хорошо, давай нырнем. Только не головой. А берег биться. Хватит мне то, что лодку ты не можешь нормально между камней провести. Хм. И где сокровища? Их здесь вообще не видно ни разу. А, вон, 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 вон. Судок. Все оказалось еще проще. Ну, не надо отталкиваться. Ты мне наоборот нужен на берегу. залезть в лодку тогда и отсюда об молодца ой как практически с первого раза ты это сделал сокровище отстой такие сокровища здесь размещает для кого это вообще сокровище ну пошли очередная контрабанда скорее всего давай сдавай назад те же моторная лодка погнали контрабанда да в принципе здесь классика жанра в открытом море как я говорил скорее всего только контрабанда и может быть все быстренько собираем лутаем вдруг что-то интересное все-таки бывает контрабандисты тоже люди могут и нормальный товар возить релик например доспех палача вечного огня возможно даже этот доспех сейчас и не буду продавать так-то интересная задумка может пригодится охотник она ведь на такой костюм насчитается он средним доспехом сопротивление колющим здоровье удару рубящим то есть герой интересно выглядит как минимум в этом костюме точно оставлю этот костюм главное не забыть и вы и случайно не продать наставим не сказать чтоб там броня какая-то обалденная да еще что-то внешне просто внешне выглядит интересным для начала этот 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 потом на маяк погнали брызгий ветер но волосы даже не шелохнулись даже упасть не успела великолепно да ладно давай ты только лодку ломать час не будешь пожалуйста на доске он напирается тяжелый доспех тоже кстати интересно и сирен здесь куча скилингский это ладно ерунда кавалерийский тоже не так интересно ну что давайте посмотрим еще на этот доспех но этот доспех смотрится не так эпично но в принципе у нас как раз таки многие в этом тут на скейлиги и ходят осталось еще два пункта скорее всего вновь контрабанды нет я не добьется чё за мной что летишь ну давай коль не шутишь ну давай 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 выныривай уднице хорошая девочка вставай геральт геральт вставай мир не так алибордиста в принципе доспех мы уже видели нам подобную давно подался даже я его вроде бы носил с память не подводит непродолжительное время но все-таки на силу скейры мец когда мы там мутили вот так для разминки и теперь последняя точка перед маяком но пока мои предположения насчет того что это действительно все будет контрабанда подтверждаются с каждым разом но уже подлетайте скотина очень ухю птель моптель а вот кто-то пошла ко дну пока я этих ехидн пытался загасить в очередной раз напоролся на доски да будет грустно сейчас хотя лодка здесь рядышком должна быть по идее мы возле берега о это кит опять сейчас будет уплывать от нас до чем ближе мы к нему тем дальше он от нас мы приходим в движение и он тоже приходит движение причем их тут двое так подожди смысл плавать с этими китами сейчас нет лучше вот сюда лодка припаркованная мной оставленная как раз для этого случая придется чуть поплавать герой но ты у нас сильный мужик он кит в принципе мы от него отдаляемся так что ему пофиг он замрет и не будет никуда плыть а вон лодка когда мы на бабу охотились водяную правда там ее вон гопнички одни пытаются присвоить и жаль нельзя сейчас быстро зайти сесть на лодку и уплыть придется с ними сражаться герой просто откажется садиться в лодку пока мы не уничтожили этих утопленников вот и все быстро просто и со вкусом садимся лодка с и да ладно вы че издеваетесь во 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 задом 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 отлично отлично шикарно в метро относительно недавно тоже из подобных ситуаций выбираться приходилось но ничего даже он не повредили лодку ни разу спокойно так задним ходом раз и в дамках все идем в сторону маяка причем можно даже высадиться где-то здесь просто доплыть до той точки высадиться поэтому крутой склон может вдоль берега хотя бы проплыть посмотреть если вариантом забраться с этой стороны красиво летишь плюнули пару раз в твою сторону да придется скорее всего ниже спускаться сейчас здесь прям скала сплошная нам бы платву из скайрима она бы забралась прям как горный козел по таким склонам без проблем а здесь увы платва такого не может что ты так медленно идешь а пафосно по лодке как будто тут на тебя смотрит дивизия ведьм только не говорите что отсюда я тоже не заберусь это же несправедливо хотя можно вот ладно на лодку не садиться вот с этого бережка к мосту подняться спокойненько да здесь есть тропинки козьи но тропинки ох а тут еще но это нахер и скорее всего учитывая их количество тонаки по нет это бандюки идти колотить давай сейчас мы тебя отколотим оп ой блин ой блин а не работает что то на его ударе что это может контратака что это может быть куча пиратов удивительно но факт да не работает слишком тяжелый удар для контратаки серьезно у вас оружие даже нельзя подобрать а линия шкура и все будет забавно если все таки здесь пираты маяк как то ну хотя вряд ли ну призрак и есть призрак могли они конечно какую то интересную схему придумать мол призрак призрака как то подстроить а сами просто здесь обосноваться чтоб корабли разбивались и они их грабили лейв собирайся возьми еще пару ловцов жемчуга и вези их к нам только в этот раз хороших а то те что мы в прошлый раз зазвали на спикировок уже все к дьяволу потонули не знаю может тот корабль и правда слишком глубоко лежит чтоб можно было из него что то вытащить но попробовать стоит те кто спасся говорили что везли порядочно серебра увы жемчуга побережья возвращаемся к берегу о а здесь еще бандюки есть какие то ну ладно разбежавшись прыгнуть со скалы а вот они сокровища как раз реликтовый меч и все всплываем сейчас быстренько тех бандюков перебьем они не отмечены на карте но ведь почему бы не дополнительные задания у нас там мастер черная жемчужина это где ты кстати был ты вот рядышком как раз можно это задание выполнить вот тут я предложение хорошее слышал стойте на самом деле здравое было предложение у вас был вариант а здесь кстати островитянин просто написано на одном из них не мятежник о еще хорошее предложение хлоп забавно в таких вот добиваниях когда шлем сразу исчезает и лицо у всех убитых становится абсолютно одинаковым ух ты дневник вора рок хольгера чернорукого часть 2 я к яре сын кнута дважды покрылся позором в первый раз когда бежал с поля битвы боявшись смерти щит что я выкинул почил на дне болот и до самого рагнарёка будет он свидетелем моей трусости во второй раз когда по наущению орна две головы помог выкрасть рог хельгера чернорукого он думает что я хочу продать рог контрабандистам но я этого не сделаю если суждено мне жить вором и грабителем лучше мне не жить вовсе единственное что могу я сделать чтобы вернуть себе честь это возвратить рог на его законное место в его родные края у матиаса которому хольгер поручил найти рог семья живет недалеко от этих скал надеюсь что он приедет сюда вскоре на праздник равноденствия тогда я смог бы отдать ему украденный рог и просить чтобы он ступился за меня перед ярлом молю богов чтобы так и получилось ценный рог а ну-ка принести украденный рог ух ты далековато но в принципе задания здесь зато появились новые туда можно будет и нужно будет еще сбегать это единственное поселение где я еще не побывал 12 уровень урок давай на фареры это в другой стране ну что черная жемчужина сейчас по пути выполним и это задание c о возможно нам бы он и так дал бы задание это найти ну просто не с того края опять же как в том же skyrim и порой бывало что мол приходишь задание получать у тебя уже есть предмет который нужно было найти хорошо что ты здесь ну так как поможешь старому не досуг раздобыть черную жемчужину для жены скорее бы совсем этим делом покончить а то уж кости ломит над этой сырости пошли пойдем только готовься к тому что кости у тебя ломить не перестанет в сухом месте мы жемчуга не найдем ясное дело но на войне ты не такие вещи терпеть приходилось под розрагом сражались мы по пояс в болоте и в эх да что там говорить молодежь история не интересует пойдем лагуна тут рядышком но учитывая что геральт раза в три минуте старше бодро ты маршируешь для своих то ли я за день 30 миль пришли говорят как нырнешь под воду тут сразу раковины и видно беда в том что не во всех есть жемчуг а уж черные жемчужины и вовсе редкость если поискать что-нибудь непременно найдешь значит нырять буду я видишь какое дело я всю жизнь в пехоте лямку тянул так что оборю не сильно тоскую легкие уже не те так что клиент всегда прав я не удивлен давай поплыли можно в принципе выпить сразу зелье чтобы дышать под водой дольше так иммунитет силу на рассвете наносимый урон прыжки восстанавливают силу атаки закрыта облаками не помню а вот увеличить запас воздуха при плавании есть пока ничего интересного только не заряжай его заново я знаю тебя сейчас начал бы опять перезаряжать его жемчужинам жемчужинам грушинам не трогаем так давай чуть повыше о вон она раковина жемчужина продышаться надо интересно она в конкретной или все-таки есть шанс вот опять же как древних свитках просто шанс появление жемчужины ну или кого-нибудь предмета уникального а вот она черная жемчужина сейчас еще одну раковину которую видел за чека и поплыли оба давай 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 всплывай 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 дружище как волк мигает а у ты чё а я думал ты кулаками пытаешься ушатать мы их и специально сагрили на себя исключительно хочешь добей 1 пусть у начальника готова тебя спасли сразу должно быть я их плеском привлёк ты как задели меня чуток но уж если я после соды на прочухался так и тут выдержу как там получилось черная жемчужина как ты и хотел прекрасно редко как моя летта но как говорил конетабль наталис заслужил ты медаль или даже недельный отпуск в борделе мне и денег хватит ну да конечно отпуск сами себе устрою на них глупо конечно только я не взял с собой золото а ну-ка мудрая правда а то сейчас на большой дороге опасно стало не то что раньше встретимся в новиграде когда я тебе и выплачу все до гроша слова пехотинца проверим да я уже несколько раз пытался тут поверить людям пока ничего хорошего не получилось так а задание золотом осетре получить награду ценный рок нет меня сейчас заказы интересуют ведьмачи призрак тоже в ту сторону естественно ведет нас метка но теперь идем по голову призрака теперь нас ничто не остановит необычный туман а туманник что ли так это лодка который если что тут можно а хотя нет есть и призраки призраки все-таки есть поведение даже если она исчезнет это ничего не изменит рана на спине он бежал он бежал но в целом то его могли и спину призраки убить эй есть там кто серьезно тут кто то есть как ты и сюда попал приплыл это же остров ты микки сторож маяка меня прислал ерун сарин бьерна откуда здесь все эти призраки последний раз я такое видел подверги нам когда ниоткуда вот именно что ниоткуда пламя вспыхнуло и тут же погасло с этого все и началось я пошел сюда за маслом выхожу из дома гляжу туман поднимается а тут духи как полезли и на меня вбегаю я внутрь задвигающий колду и слышу вроде как кто то шепчет мое имя хм глядываю призрак больше остальных и таким холодом от него било что аж стекла инием покрылись хм эти духи появились здесь не без причины что то их привлекло какие будут мысли понятия не имею тут же ничего нет маяк мая хата и все одни голые скалы даже утопцы знают что на эльберге искать нечего этот призрак расскажи мне о нем побольше он вроде был умнее остальных как будто он знал все знал только тебе наверное это не сильно поможет ты прости но я и видел ты его всего раз а потом он куда то пропал странно это все мне нужно осмотреться тогда возьми ключ от маяка если захочешь и там посмотреть или укрыться от чего нибудь вопрос только в том с чего это вдруг призрака дверь остановил а с каких-то пор они боятся дверей эти самые призраки ну пошли посмотрим и и и и и и и и призрак который не смог так метку надо убрать будет раздражать по-любому какая-то невеста за ним вернулась да здесь нечисто призрака конкретно за ним охотиться на колбасы тут сушит на маяке хорошо устроился какое-то письмо михель если для тебя работа варенбьерн зайдет корабль с фары раз грузом шкур после полуночи ты должен погасить маяк и не зажигать покуда не дадим тебе знак факелом добычу делим как всегда получишь десятую часть того что море выбросить на берег до встречи опа а весь что под фонарем темнее всего я так-то насчет пиратов предполагал но мы стал уже уработали этих самых пиратов зажечь нельзя нет нельзя точно но откуда призраки но возможно кого-то из тех кто потонул и вот они мстят ему но елки-палки упади здесь ничего но мы осмотрели маят все что можно было смотрели ага вот еще было связи проявление злой воли направленной и сконцентрированной значит проклятие она и держит здесь призраков покаянник хорошо что он пока не появился в таком тумане и в темноте убить его будет невозможно нужно зажечь маяк если проклят микель то проклятие удерживает его в этом месте только он может разжечь огонь который снимет чары но не исключено что это он и наложил проклятие чтобы здесь все думали что он ни при чем правильно но логика в этом есть есть это ты узнал что-нибудь оказывается на этот остров приходит покаянник это дух который наказывает за злые дела за преступления например такое преступление заманивать корабли на скалы чтобы потом их грабить и выкручивайся я нашел письмо все равно драккары то и дело тону это же море а если он у острова разобьется такой товар напрасно не пропадет вернемся к этому поводу так он бы здесь выжил помочь ну-ка воин из меня никакой догадываюсь но проклятие связывает тебя это место так что только ты сможешь его снять к счастью тебе придется просто разжечь огонь на маяке ибо покуда остров покрыт мраком покаянник не победим если я отсюда выйду этот призрак меня убьет я чувствую это может и сам я буду тебя защищать хватит искать отговорки просто возьми масло для лампы и пойдем пока я не передумал смотри он там это он я вижу не ори просто зажги огонь на маяке и помни если ты напортачишь покаянник сперва убьет меня то есть ему в принципе сейчас наносить урон практически смысла нет просто толку призраков наказали когда маяк загорелся наконец-то теперь задел а вот теперь дело пошло куда быстрее сейчас мы соберем с этих призраков все что нам полагается но этого типа я если сейчас будет вариант наверно сдам но это не дело они прошли в корабли всем угрозы и преграды ты взял их возле берега потопил получилось получилось но это вовсе не значит что остров в безопасности потому что на нем остаешься ты сторож маяка который заманивает корабли на скалы это была ошибка теперь я понимаю клянусь фрей и всеми богами большой земли больше никогда да больше никогда потому что как только мы закончим этот разговор ты соберешь вещь и уедешь я надеюсь тут найдется еще один сторож но сдать по его все таки следовало ну предупредить мол ну ребятки учтите что здесь у вас такая скотина была редкостная я все таки еще пробежался бы вот здесь может что-то интересное найдем пробежимся геральт быстро переходят конечно хорошо и посмотреть стоит чё там с плотвы у нас получается за смертельный удар по человеку пока чудовище хорошо хорошо дай мне собраться хорошо хорошо в принципе если бы это был бы фоллаут на примере 3 до классического то скорее всего здесь бы в итоге там финале нам картинки показали бы как сложились дела маяка да пришел ли новый смотритель и дела пошли здесь хорошо или пришел новый смотритель а начал промышлять тем же самым потому что например бандюков не уничтожил я где-то их пропустил или пришел новый смотритель но так как я перебил всех бандюков дела шли наоборот в гору или вообще никто не пришел и маяк вообще опустел его забор ну вряд ли ну блин ну это бред был быть чистой воды как это делают местные северяне это делают местные северяне и не назначить одного хотя бы назначить однозначно назначен но ничего здесь я не найду такого интересного кроме кучи вот этих летающих тварюк которых даже убивать не хочется сейчас скучно с ними просто сейчас выбираемся на берег и все там девочка с острова исчезло хотя но вот с девочкой поговорить было бы прикольно вдруг она не не знаю зачарованная каковская риме помните девочку вампир хочу взглянуть на тоже товара продать тут немножко хлама а кстати кровавыми чуть получше моего это все продаем только у тебя денег нет сына сутула пробитие доспеха давай кровотечение он ну вот так пока что кровавый меч только он и лучше может быть так еще починить но тут немножко тебе денег я дам за это по факту а разобрать можно кстати да где ракушка в них было полно нет не полно ну внутри будет одна черная жемчужина смотреть или джемчуга черная жемчужина 1300 прилично так можно заработать чаще разобрать обрывок шкуры обрезки ну не знаю давай это же уже ничего не весят может там как-нибудь пригодится а тебе деньги нужны компонент компонент ты меня называла собирать хотя если ремесло посмотреть может быть тебе сейчас и заплатить им за что-нибудь еще вариант не ты слабенький короче лавка покупаем у тебя еще этих болтов и даже те продам зад хлам а ну ладно реликт остается в принципе по мелочи самое основное мы тебе продали можно сваливать будь здоров не кашли и естественно очень гордно для друзей у нас есть сердце помним 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 я все помним ничего не забываем так еще для плотвы тут кучу продать чего можно да геральт я убил чудовище на маяке это был покаянник очень опасный вид призрака и очень редкий так откуда же он взялся на эльберге такой спокойный остров даже сирены там гнезд не вью кто-то совершил там преступление что-то ужасное короче говоря вам придется поискать нового смотрителя туда неважно поговорим лучше о моей награде я все заранее приготовил ты заслужил каждую монету и выпивку за твое здоровье было с тобой будешь никакого диалога не нравился тебе наш мед приблуда и чё так спасибо так купи себе бочонок на дорогу и проваливай вижу вы ничего не уразумели про законы гостеприимства что поделать придется получить вас покрепче давай давай а давай темным смотри по ярун вместе драться всегда веселее надо их надо их научить уму разум а чё убьете меня вдвоем то смысле вы чё убили его сутулы и собаки мое решение погубила этого они мечи достали да на кулаках тряпки зассали драться ты жив блин столько набегов войн поединков и сдохнуть от такой мелочи что я могу сделать привести твою семью ты не успеешь это я сейчас отправлюсь к братцам вливай иногда немного меду в память обо мне ерунде сыне сигвальда который жил достойно а умер глупо что с ними говори же дьявол они погибли от руки какого-то чужака блин и я если честно перри играл бы потому что ну мне не нравится то что этот умер пофигу на этих двои и этого пища завалил хреновый террор не я искал ссоры разве чужой скажет правду кто первый вытащил мяч не знаю все быстро случилось а мы уже по паре рогов осушили я убил чудище с маяка которая вас донимала и этим вы мне отплатили мы оплатили золотом ничего мы тебе больше не должны я не хочу проливать больше крови но если нужно буду защищаться ты будешь защищаться перед судом ярла если логос безумный признает что ты невиновен ты будешь свободен значит мне отдаться на суд человека прозванного безумным или сражаться со всей деревней а всех тебе не одолеть будь у тебя хоть три мяча была манадеян это видите я все-таки по-прежнему склоняюсь к тому чтобы переиграть может это ничего не изменит мне жалко того типа он хорошие у этих двоих я бы еще раз привязал бы пофигу они подонки редко снял кабак а здесь чужой среди своих на ну-ка сейчас посмотрим если таки неспокойно может быть в любом случае его убьют а сейчас за клинки схватятся ну вот это только шутки глупые но все-таки не я серьезен серьезен как смерть и глуп как же ребенок который нажрался белины ну да я вас получил уму разуму да в любом случае драка так у вас коробление я не спущу не а я вас могу и на кулаках хотите вы будете на мечах а я на кулаках допустим я вас не убью так спрячь меч дает твою да спрячь ты меч нет любопытно да ну не доставай ты оружие у тебя просит да ну достал ты меня уже и главное достает оружие когда уже у него осталось какой сейчас совсем немножко все ему на сяру разбил это как минимум выжил того ладно убил столько набегов и сдохнуть хотя бы совесть меня спокойно что я могу сделать привести твою семью ты выливай иногда не брехня один живой брехня у меня было очень жаль но не знаю твои сыновья не уважали законов если бы не ерунде я бы еще в первый раз рот ярунда и мой род разделил блат с фейд кровная вражда мне все равно что он сделал или сказал я не хочу проливать больше крови но если нужно буду защищаться ты будешь защищаться перед судом ярла если логос безумно значит мне отдаться на суд человека прозвучит или сражаться пожалуйста со всей деревней бы сразился с вашей если вы такие за подонков заступаетесь который своих он обижают честная драка на кулаках было они ножи подоставали вот ведь сходи нет у них нечести хоть и он и пиво в избытке а чести нифига одно от другого не зависит чё с тобой поговорить можно и чё с тобой поговорить нельзя в тоже когда меня будут судить когда ярл тебя призовет значит не скоро чем дольше сидишь каменоломнях тем меньше выступаешь как придет срок суда этот здесь второй год он тот 3 слушай может мы как-нибудь договоримся здесь тебе небольшая земля ухты праздник не продажный да ну да ну да я еще хочу поговорить с тобой у меня нет времени я еще одного человека я хотел что ты там ищешь бери кирку и за работу иди сюда иди сюда родной хотя с тобой я наверное могу поговорить в любом случае да а ну-ка это все когда кайло в руки я с тобой еще поговорю сейчас мы с вот этим сом поговорим чё за вариант будет если вдруг не прокачал с него знак помочь тебе тебе знаешь как отсюда бежать бежать не я могу сделать так что еще сегодня лукас будет тебя судить тогда или быстрее выйдешь на свободу или быстрее попадешь под топор говори дальше один из стражников мне должен я сделал так что он отведет тебя к лунгасу а тогда уже ты мне будешь должен что скажешь если ты такой всемогущий почему сам не выйдешь не знаешь ты любопытно что конечно он потом попросит но он собака может попросить то что я не захочу зачем не люблю я не хочу быть ничьим должником значит хочешь быть узником смотри учись и любезный суды иди лукас ведь сказал что суд будет сегодня ты забыл верно пойдем никому ничего мы не должны существует еще со времен убина великого и уничтожить его нужно свой рот суд лейф помни об этом ведь это приблуда чужак он не заслужил ни суда ни даже смерти от меча он не прерывайтесь я с удовольствием послушаю геральт не думал что мы так быстро увидимся вновь ты пригласил меня в свои земли сказал что я найду здесь работу до убивать чудовищ не людей перейдем к делу лейф утверждает что ты убил его сыновей кори и что ты на это скажешь одного не убил точно я защищал себя и ерунда никто не подтвердил твоих слов и не подтвердит всегда проще повесить чужака чем осудить своего так а ты за словом в карман не лезешь за словом он меня оскорбил ярую и весь наш клан закон предков гласит что тихо я уже принял решили геральт из риме я признаю тебя виновным в двойном убийстве наказанием за это будет смерть через удушение но ты можешь откупиться выплатив вес кори и краки серебром да пошли они нахрен ты знаешь что у меня нет таких денег разве что парни были гораздо легче чем выглядели прекрасно это знаю я сам заплачу отступные что это против всех законов законы здесь устанавливаю я возвращайся домой лейф если ты меня разозлишь привяжу тебе мешок с этим серебром и сброшу в море ну что уставился ты свободен забирай вещи и проваливай с удовольствием только скажи чем я обязан такому милосердию ты помог моему сыну в пещере снов а я помог тебе но запомни если ты убьешь еще кого-то с арен бьерна я собственными руками отверну тебе башку и повешу на дочагом самонадеянный и пока и где он а мы как раз таки оказались здесь как удобно правда здесь еще деревушку надо было бы зачекать вот эти места ну придется проскакать наверх ну окей хорошо бутыль рома потом все запил вино и пошел на приветствую приветствую чего надо ты вновь и веселый какое у тебя будет настроение если ты сына потеряешь так чего хотел что случилось с твоим сыном утонул синяки перевернул лодку это был его первый поход в северные воде мне очень жаль море не вернуло тело я не похоронил его он не сядет на перу с предками ммм давай покажи мне свои товары да пожалуйста да пожалуйста да пожалуйста комбез кстати получше чем все это удивительно но факт оно мне он не нужен я продам сейчас у меня скоро будет доспех получше ведьмач и доспех все как положено красотища для путища так починить ну давай по мелочи отремонтируем и в гвинт с тобой сыграем предлагаю перекинуться в карты в гвинт говорили так есть шпион отлично есть братская арта есть уники начнем с вот этого ну ладно все никого менять больше не буду можно было попытаться братьев этих поменять хотя бы одного да сейчас ну сойдет на тебя шпиона лови о еще один братец кролик отлично кидай 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 в обраточку мне пассив противник спасавал у меня давай вот так сейчас и выиграем пошел хотя вот так делаем и вот так а и отлично еще одну карту получаем еще одну шпиона неплохо теперь теперь ты точно пассовать не будешь а я смогу еще и всех братьев вытащить как будто чувствовал что у меня сейчас будет все что надо здесь все что надо будет здесь все что надо я все что надо а здесь можем сейчас пассовать пофигу выиграем пожалуйста только ты от рога то избавился как минимум от одного так что уже эти ребятки не так страшны а дальний бой он увеличил ну да есть у тебя еще порох посмотрим насколько его тебе хватит о сейчас в принципе будет двадцатка точно если что казнь зайдет в него это хорошо то есть я эти могу даже за счет рога удваивать может и здесь сейчас будем удваивать посмотрим так то по 16 будет тоже и троих по 32 в идеале ну шпиона вытащишь да хе-хе че думаешь выиграешь? пока еще не факт не знаю у меня казнь практически в каждом раунде если она выпала она заходит хорошо достаточно специфическая карта но заходит заходит же работает черотяга у тебя еще геральт давай уника братское сердце вытаскиваем ха ха пасует похоже у него казнь тоже лежала но значит раз он пасанул мы уже делаем минус 20 и уже считай выиграли еще братское сердце хотя в принципе смотрите здесь по 32 здесь 32 мы получим нет ну тут в принципе меньше тут 10 16 дополнительных очков так что рок оп 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 и рок и мы выиграли хорошая партийка получилась виверна ух ты броник я так понимаю это все продается оружие не должно собирать пыль особенно если найдется кто-то кто сумеет его оценить да я вижу зериканские зефары махакамские топоры верледонки откуда у вас столько товаров с большой земли море дает а если не дает добром вы отрубаете руку вместе с мечом а что думал волны выбросили все это на берег вместе с ракушками что еще вы привозите из походов да все самое нужное привозим дорогие вина шелка драгоценности ну и женщин должен же кто-то им пользоваться а ты слышал о барущей гульде по прозванию бездна которая бабка лугаса безумного а санкции златоволосой она в свое время была самой красивой женщиной в мире и обе были полонянками а ну-ка покажи для начала покажи мне свои товары на что-то у тебя может будет интересно на всякий случай как минимум проверить стоит эх ладно ничего больше тебе интересного давай в гвинт сыграем я бы не отказался от партии в гвинт монстры коровка выпала в принципе достаточно долго она не выпадала у меня еще давай братское сердце ладно то на то и получается тут кандидаты на замену были либо арта либо братья так опять ясное небо только вылетает не тарахтел на самом деле ох ты как походил то а ну давай смотри я выставляю еще братское сердце якобы мы с тобой играем ты уменьшил свою колоду здесь в целом можно попытаться и выиграть сейчас даже можно даже виверну выставить минус десятку сделать и от 20 играть на это мне нужно 15 выставить ну как раз будет ничья ничья не не устроит ну просто если арту выставить допустим просто за счет медиков можно и проиграть позволить себе можно можно в принципе позволить и проиграть либо уника использовать выставить арту одну и уника ну давай ладно а это все считал ну давай ладно сжигай сожгли уничтожили выставляем тебя что за карта в принципе день то здесь карта любая будет хорошая которая мне выпадет отлично так ну немножко ослабил еще и здесь отлично четверки могу уничтожить всех мою восьмерку уничтожать ну хорошо давай если ты так хочешь судя по всему у него жирненькие остались там я тогда сделаю следующим образом грифон уберем пока медика но если вдруг он убьет эту медик вернет так что медика лучше убрать но ему не хватит одолеть у него колода послабее будет чем у его напарником да вот и все хотя он способность а ну-ка давай он то еще не пасанул вот теперь можно точно выигрывать спокойно отлично что за карта ты че мне никакой карты не дал ты че мне никакой карты не дал тут пси нафутулы а а никакой карты не приготовил для меня тоже мне приблуда этот черный вырвал ему сердце кажется оно еще билось это не плохо в эту ночь его в таверне видел и жирался как свинья тоже вчера да тоже вчера выпил так где-то здесь камень должен а вот он он прям за ним все использовал ну что друзья на этой ноте предлагаю завершить эту серию да в тюрьме побывали но интересно если бы мы не помогли в пещере снов сыну безумного чтобы это значило как бы мы отсюда выворачивались он коняка есть троянская троянская коня но продолжим уже в следующей серии посмотрим походим здесь по округам по округе по кругам и по кругу до следующего видео всем добра пока пока